хорошо молодцы вы по ступенечкам по ступенечкам я говорю шлифуем ваше выступление причем очень достаточно простым они будут работать везде значит что сейчас нужно следующее вам освоить какой навык это навык умение делать паузы выступление можно немножко об этом говорили значит как вы считаете зачем аратор вообще нужно делать паузы ваши варианты чтобы как для человека лучше заходить на фронт он услышал как цвет увидела там потом может ему и дефиксировал куда его что его вкладывать усвоить информацию как я уже говорила абсолютно разное восприятие того кто говорит и там временные потоки разные поэтому позвольте себе делать паузы это еще один абсолютно необходимый навык профессионального оратора еще варианты зачем нужны паузы правильно собраться с мыслями то есть бывают бывают моменты когда действительно выпадают какие-то блоки информации если вы профессиональный оратор как говорят артист чем лучше артист помните фильм театр да как это дольше пауза да и эта пауза выглядит настолько органично что люди вообще они даже не воспринимают что это что-то а вы этот момент просто вспоминать но мы еще будем когда экспромт говорить то дальше собраться с мыслями что еще какие еще варианты зачем еще нужны паузы а так как я проходила разные тренинги а он говорил аппаратисту и в том числе вот например в академиях наца слова паразита есть слова паразита есть движение паразита вот это вот не кроме милый колец а и вот какой то вот это вот судорога там клацание ручкой и там что-то такое периодически что-то такое происходит или стоит на бодюр это все по жесты паразит а есть слова паразит наверное типа ну и так далее там у каждого свое Самое распространенное, это, конечно, Эканье, Мэканье, ну вот что-то такие, звуки паразита. И вот нас, например, на Академию Успеха штрафовали. Мы вывели свои паразиты, и нас прям денежки, ну там все так, денежки. И я бы не сказала, что у меня паразиты ушли, когда я отдавала денежки. Как-то они не сильно ушли. А вот когда я попала к Болсонову, и он нам дал методику, что слова и звуки паразиты замещаются паузами. И вот в этот момент паразиты мы куда-то делись. То есть, почему мы говорим обычно Э? Мы стараемся вот эту пустоту, пока мы продумываем следующую фразу, мы стараемся заполнить, потому что мы боимся, как это так я буду молчать полторы секунды, да, какие-то сотые доли секунды, почему я буду молчать, что обо мне люди подумают, да. На самом деле, нужно молчать. И заполняя вот эти пустоты паузами, вы просто позволяете себе, как профессиональный оратор, делать паузы. Это ваша фишка, это уровень вашего профессионализма, да. То есть, уходят паразиты. Через паузу. Дальше. Например, я вам говорю. Сейчас я хочу рассказать вам очень важную информацию. И паузу. И для того, чтобы активизировать и поставить акцент на каком-то блоке, вам обязательно нужно вот эту паузу сделать. Пауза делается или до важного, вот такая вот галочка акцент, да, до важного высказывания, или после. Например, я тоже бы сказала, то, что я вам рассказала сейчас, это супер важно. И замолчала. И вот так перевариваете. Правда, вот что вы такое рассказали? Да, надо же. Да, надо же вспомнить. Что ж такое... То есть, смысловые акценты расставляются с помощью паузы. А если вы все время, так тараторебили, и все, что я говорил, это очень важно. Да, действительно. То есть, да, смысловые акценты.